Всем привет и добро пожаловать! Это видео я выпускаю в поддержку своего обучения макияж для себя онлайн. Если вы не планировали приходить на обучение, ничего страшного, я думаю, вам все равно будет интересно и актуально просмотреть это видео. Но если вы собираетесь приходить на обучение, то его будет интересно и актуально смотреть сейчас, до старта обучения. Но особенно интересно после первой отработки макияжа, когда у вас уже будет в голове теория, первая практика, и вот после этого всего появятся реальные вопросы соотношения внешности и того макияжа, который получился. В сегодняшнем видео мы разберем три основные ошибки, которые допускали мои ученицы в процессе обучения макияжа для себя онлайн. И маленький спойлер, чаще всего замечание звучало как чуть подсотри, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть то, чуть-чуть все. Как я уже говорила, несколько раз в обучении макияжа для себя онлайн пока что основной акцент мы делаем на макияже глаз, потому что это самое сложное, определить свою форму, научиться наносить тени, растушевывать тени, чтобы это все смотрелось аккуратно и органично. Именно поэтому, когда вы только начинаете делать макияж и вы пытаетесь сориентироваться, какая же у вас форма глаза и какую же надо делать растушевку, не надо делать ее круглой, не надо делать ее вытянутой, а надо просто остановиться там, где последняя ваша ресничка. Сегодня мы с вами сделаем самый простой и мой самый любимый макияж ламповые коричневые смоки. Для этого я беру карандаш Smoky Eyes от Eva Mosaic. И первое, что мы сделаем, это нарисуем жирную стрелку, не пытаясь сохранить ее форму, по всей границе из реснички и не уводя слишком вниз и не уводя слишком вверх. То есть вот плюс-минус до последней реснички. То же самое мы делаем и подходя к внутреннему уголку глаза, не уводя слишком вглубь. Вот видите, у меня получилась стрелка. Теперь я ее чуть-чуть вывожу еще повыше, для того, чтобы было что растушевывать на подвижное веко. Дальше я переворачиваю этот же самый карандаш, начиная от самого темного цвета, растягивая его в более светлый. Видите? То есть цвет мы растушевываем, но он должен оставаться плотным. Дальше мы переворачиваем карандаш и рисуем по нижней межресничке. Да, видите, я уже тут наметила. И опять же останавливаемся где-то, не доходя до внутреннего уголка глаза. И когда мы будем растушевывать, вот эту вот последнюю линию, не бросайте ее просто на нижнем веке. Старайтесь ее спрятать в ресничке. То есть растушевку вести так, как будто бы она входит плавно в нижнюю межресничку. Дальше мы обязательно соединяем нижнюю растушевку с верхней растушевкой вот в этой точке. Но она очень хорошо видна. Если вы все-таки боитесь начинать работать с верхним веком, потому что думаете, что неправильно выстроите форму глаза, попробуйте начать рисовать с нижней. Потому что если вы сначала прорисовали нижнюю границу, вы никуда из нее не уйдете. То есть вы прорисовали нижнюю границу, и потом переходите на верхнюю, и у вас уже как будто бы будет ограничитель, чтобы не растушевать куда-то более. Вот обратите внимание, я сначала ставлю точку в середине глаза, потом ставлю точку на внешнем уголке глаза, и потом уже, соответственно, их соединяю. Наша задача хорошо прорисовать межресничку. Знаете, что значительно упрощает макияж? Хорошо заточенный карандаш. Закончили делать каркас, основу, скажем так. И, как вы видите, у нас есть цвет только на подвижном веке. Верхняя века у нас осталась вообще без всего, и создается впечатление при расслабленных глазах, как будто бы верхняя века падает на подвижное. Вот такого быть не должно никогда. Для этого мы возьмем пушистую кисть. И, кстати, да, для первых этапов макияжа вам понадобится всего две кисти. Это пушистая и плоская. И это некрасивая сказка для того, чтобы... Ой, да забейте. Просто купите две кисточки, и вам этого будет достаточно. Это действительно так. Двух кистей для начала вам будет достаточно. Одна плоская, другая мягонькая, округлая. Не переживайте, в обучении это еще раз все будет проговорено. И там хорошее есть описание этих кистей, которые надо найти. Плюс я еще буду с вами на связи. Не переживайте. И вот на эту пушистую кисточку мы наносим какой-то оттенок. Можно взять сейчас багрово-красный, можно взять коричневый. Но мы берем какой-то оттенок, который хорошо втушевывается в нашу кожу. Для этого я буду использовать самый нейтральный оттенок. И начиная всегда с внешнего уголка глаза, чтобы там остался самый яркий оттенок. И начинаем растушевывать. Обратите внимание, да, как оттенок, который мы сейчас использовали для того, чтобы отделить верхнее веко от подвижного, органично втушевывается в кожу. Посмотреть на мои глаза, на растушевку сейчас и перелеснуть видео на несколько секунд назад, разница видна. Именно поэтому отделять верхнее веко от подвижного надо. Но тут подкрадывается следующая ошибка. Нужно чуть-чуть перестараться и уйти слишком глубоко во внутренний уголочек глаза. И вот в этой части, вот в этой части сделать небольшое такое пятнышко. Его нам надо убрать. Можно его убрать, ну прям совсем легкий способ. Это взять ватную палочку, сухую, для того, чтобы чуть-чуть почистить тени, убрать. Можно взять, конечно, специальную кисточку для кремовой коррекции. Если что не так пошло в растушевке, даже в черной растушевке, которую обычно сложно аккуратно и красиво убрать, можно взять маленькую кисточку для кремовой коррекции, набрать на нее совсем чуть-чуть тона. Я вот даже чуть-чуть сбавлю тона, корректора, консилера. И вот здесь аккуратненько подтушевать. То есть чуть-чуть подубрать. Мягкими движениями чуть-чуть подубрать лишние тени, лишнюю косметику. Дальше мы завиваем ресницы. И проходимся тушью. Я буду брать тушь для того, чтобы сделать реснички длиннее. И, как видите, по ее форме она начинает заостряться к кончику. Вот именно такой кисточкой мы обычно и делаем вытянутые длинные ресницы. Все, наш макияж готов. Пока мои руки не потянулись к каялу для того, чтобы проработать верхнюю и нижнюю слизистую, я, пожалуй, закончу это видео на этом этапе. Все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok